Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Как сохранить нежные сеянцы томатов и перцев в самый-самый первый период их жизни? Вот у меня нынешние посевы. Сеяла 29 января. Это томаты для теплицы, для получения раннего урожая. Им всего 10 дней. Но это уже хороший такой порядочный большой срок. Они, несмотря на то, что они маленькие и коренастые, вы видите, у них уже показывается, появился настоящий листик. Это просто сорт такой. Все низкорослые, они детерминатные. Вот ошибка многих начинающих огородников в том, что они считают главным своим достижением вот этой посевной компании, получение дружных стопроцентных сходов. Вот взошли у нас, видите, сходы дружные, пробелов нет никаких, все нормально. И многие считают, что все, главную задачу они выполнили. Это их достижение. Они посеяли, все хорошо простимулировали, семена протравили, все у них взошло. Но это далеко не так. Ведь главная наша задача не получить вот эти вот очаровательные, красивые всходы, а сохранить их, сохранить вот эти нежные. Вот они такие маленькие, ранимые, восприимчивые к заболеваниям. Вот эти нежные всходы нужно сохранить нам в течение первого месяца. Особенно, если посевы ранние, как вот сейчас, февраль месяц, мало света, тепло не у всех равномерное, у кого-то сильно жарко, у кого-то прохладно. Потом они, конечно, окрепнут, будут более стойкими, но обычно это после пикировки. Рассада уже намного реже подвергается всяким распространенным заболеваниям, таким, как черная ножка. Но пока вот эти сеянцы маленькие, беззащитные, на них может напасть любая болезнь. От нас требуется повышенное внимание к условиям содержания рассады и наша защита их от болезней. Вот многие жалуются, что семена дружно взошли, но через месяц начинают погибать. Это бывает очень часто, это может случиться у каждого, и причин очень-очень много. Сейчас я расскажу о некоторых причинах, потому что обязательно должна быть причина. Так просто рассада никогда не погибнет, значит нарушены условия заболевания. Самой распространенной причиной гибели молодых сеянцев является нарушение режима полива. Чаще всего чрезмерное переувлажнение. Вот видите, у меня видно, что почва, она суховатая, она не влажная, хотя я поливала не так давно ее. Вот, почва вот такая сухая, что она нет ни корочки, ничего, хотя я и не рыхлила еще. Вот, я уже сказала, самой распространенной причиной гибели является чрезмерное переувлажнение. Первые дни жизни сеянцам нужно вот минимальное количество жидкости. Поливы должны быть очень осторожными, редкими. И если вы поливаете правильно и не переливаете, то грунт сохраняет свою пористость, вот пористую структуру, и обеспечивает доступ воздуха к корневой системе. Вот видите, он у меня не спрессованный, он вот его возьмешь, он рыхлый, пористый. Все. Воздух туда проходит, это очень важно. И наоборот, при избыточном переувлажнении, когда грунт в лотке постоянно мокрый, неизбежно возникает недостаток воздуха. Ведь вот эти вот все пространства, как эта пористость, она занята жидкостью. Когда грунт влажный, воздуха поступает корням очень мало. Это очень негативно влияет на развитие сеянцев. Корневая система замедляет свой рост. Рассада приостанавливается в развитии, как есть выражение, тормозит. Вот затормозила, стоит в одной паре, а иногда даже погибает. Обычно в таких неблагоприятных условиях начинают развиваться различные заболевания. Корневые гнили, черная ножка. Эти грибки, они сразу нападают на тех, кто послабее. Вот корневая система замедлила свой рост. Растение чуть-чуть ослабло, тут же ждите заболевания. Сразу корень начинает загнивать, рассада все падает. Первый месяц от сходов до пикировки будьте очень осторожны с поливами. Берегите свои сходы, не разводите сырости в лотках. Грунт должен быть лишь слегка увлажненным. Вот пересыхание даже не столь опасно для маленьких сеянцев, как переувлажнение. Но вот я свои поливаю раз в неделю, чтобы не запутаться по воскресеньям. А как взяла за правило, в воскресенье у меня поливочный день. Я уже знаю, что мне не надо вспоминать, ой, когда же я поливала, я знаю, что это было воскресенье. Встаю утром, полила, все, даже не надо никуда записывать. Но график полива у каждого будет свой, ведь он зависит от температуры вашего помещения. И он может быть даже один раз в 10 дней. Если лоток стоит в сыром помещении, в прохладном, если, например, в комнате не жарко. Холод и переувлажнение это прямая дорога к заболеваниям и гибели молодой рассады. Если у вас температура невысокая, у вас прохладно, поливайте очень редко. Вы понимаете, если им там, ну вот как осень, когда сыро и еще холодно. Даже человек заболевает в таких условиях. Что говорить вот об этих кружечках, об маленьких. Конечно, они заболеют. Чтобы поддержать нежные сеянцы, уберечь их от различных заболеваний, я никогда не поливаю посевы простой водой. Только обеззараживающими растворами. Вот смотрите, мало того, что я поливаю мало, из-за боязни, что у меня там загниет, еще я не только не увлажняю всю эту воду, я еще каждый раз во время полива еще раз обеззараживаю грунт. Потому что возникнуть может все в любой момент. Мы не знаем, что там у нас может под землей произойти. Поливаю обеззараживающими растворами. Какими? Любыми. Это может быть или слабый раствор марганцовки. Вот прямо одну, два, одну или два кристалла на полторашку бросаю, чтобы чуть-чуть розовый, чтобы просто была не простая вода, а именно дезинфицирующая. Это может быть раствор фитоспорина. Тоже развожу на глаз. Вот в полторашку, чуть-чуть чайную ложечку или сколько полью, чтобы был цвет чайной заварки. Чтобы земля, ой, вода была не чистая, а именно окрашенная. Это может быть раствор привикура. Там несколько капелек можете по инструкции развести. Там что-то, по-моему, 0,7 мл на пол-литра. Любое средство, убивающее грибковые споры, подходит. Я поступаю так со своей рассадой не только в первый месяц жизни. Такая поддержка нужна всем ранним всходам, которые выращиваются очень длительный период без солнца в искусственных условиях. Вот эта рассада у меня будет без солнца выращиваться 2 месяца. Считайте февраль и март. И только в марте, наверное, но вот я в феврале редко выношу, когда на солнце. В марте я уже начну выносить в теплицу на несколько часов и прекращаю вот такую поддержку с обеззараживающим поливом только тогда, когда я начинаю выносить лотки на солнце. Хотя бы на 2-3 часа в день я выношу. И как только начинают посевы мои получать солнечные ванны, их можно уже не обеззараживать. Это сделает за нас солнце. Солнце вот своим ультрафиолетом, оно убьет здесь все-все-все, что может там возникнуть. Вот видите, грунт сейчас хороший, но нет гарантии, что через неделю здесь вот не выплывет какое-то белое пятно, например. Нам нужно сейчас продержаться вот до этого периода, когда на солнышко будем выходить. Тщательно следить за состоянием рассады и грунта в лотке. Грунт просматривайте, пожалуйста. Смотрите, чтобы не было никаких там сильно мокрых мест, сильно таких... Избегайте сырости. Сырость это наш враг. Если вы отнесетесь вот внимательно к молодым всходам и будете соблюдать все условия содержания, то есть свет, вода, тепло, ваша рассада будет здоровой и крепкой. Я уже говорила, что свет необходим в зимние месяцы, вода ограничена должна быть и должно быть тепло. И вы тогда получите здоровую, крепкую рассаду и, естественно, хороший ранний урожай. Все. С вами была Ольга Чернова. И вот мои такие рассказы, как я выращиваю здоровую, крепкую рассаду и как уберечь вот эти нежные ранние сеянцы в первый период жизни. Хотя бы недели две-три. Вот моим уже две недели. Выглядят они хорошо. Я надеюсь, месяц мы проживем, там распикируемся, там будет уже проще. До свидания. Желаю всем дружных всходов, хорошего урожая, не болеть. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok